Осматривая яблоневый сад весной можно обнаружить страшное новообразование – дупло. Оно может быть маленькой раной на коре, из которой начинает сочиться сок и смола, или уже подгнившим углублением. Наш материал поможет быстро решить проблему и выяснить причину ее появления. Иногда весной садоводы обнаруживают, что на яблонях появились дупла. Такие образования могут привести к снижению урожайности и гибели плодовых деревьев. Причины появления дупла в плодовых деревьях Основные причины подобного явления – это механические повреждения, которые приводят к разрушению внутренних тканей дерева. Чаще всего это может произойти из-за неправильной обрезки или прививки. Дупло представляет собой открытую, или временно закрытую корой рану на стволе или ветвях, которые ослабляют растения. На их поверхности происходит размножение различных бактерий, грибов, что становится причиной гниения древесины. Изначально дупло может быть диаметром с карандаш, а разрастается из-за выгнивания тканей. При этом замедляется рост дерева. Оно становится менее прочным точка когда начинать лечение. Лечить плодовые деревья лучше всего осенней или зимней порой, когда обменные процессы замедляются вместе с сокодвижением. Весной материалы, которые используются для обработки поврежденных участков, не успевают достаточно затвердеть. Они могут выкрашиться из-за прироста древесины. Но если на яблоне появилась щель весной, из которой выделяется сок или смола, Также это может быть образование под корой, похожее на шишку. К лечению необходимо приступать немедленно. Что делать с дуплом плодовых деревьев? В первую очередь старательно очищают появившееся дупло, снимая подгнившую трухлявую древесину с помощью скрепка либо садового ножика. Вычищают до тех пор, пока не покажется здоровый слой древесины. Затем дупло обрабатывают 5% раствором медного либо железного купороса. Если отверстие имеет небольшие размеры, можно заделать его, используя цементный раствор. Для этого понадобится цемент, 1 часть, известь, 1 часть, и песок, 6 частей, которые нужно разбавить водой. Смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. Дупло больших размеров сначала наполняют щебнем, или битым кирпичом, а затем заливают раствором цемента. После подсыхания такой пломбы ее необходимо окрасить, используя натуральную олифу или масляную краску. Точка, чтобы рано лучше заживала, а пломба не вымывалась дождями, делают бинт из полиэтиленовой черной пленки. Ее нужно нарезать полосами шириной 6-8 см. И намотать на дупло по спирали. Верхняя часть пленки плотно завязывается при помощи шпагата. Как избежать появления дупла в дереве? Чтобы на яблоне не образовывались дупла, важно правильно ухаживать за ней. При появлении свежих царапин на дереве, необходимо сразу же начинать лечение. Для этого раны замазывают при помощи садового вара, закрашивают водоэмульсионной краской. При обрезке дерева важно следить за тем, чтобы не оставались пеньки. Внимательно следовать технологии и схеме прививки деревьев. Вовремя уничтожать вредителей, особенно муравьев, древоточцев, крупные насекомые черного цвета, и термитов. Своевременно производить побелку штамбы и скелетных ветвей, чтобы уберечь их от негативного воздействия от мороза и солнца.